Привет! Я периодически покупаю капсулы чисто для стирки верхней одежды. А тут что-то подумала, а почему бы не купить капсулы не только для верхней одежды, но и так что-то постирать. У меня есть кофта одна, жутко засаленная. И у меня, конечно, есть еще порошок, но я подумала, можно же иногда попробовать и капсулы не только для чего-то конкретного, а просто как и для обычных вещей. Мне что-то так понравились вот эти вот. Вообще чисто упаковка сама. Но я еще отзывы посмотрела, они там такие похожи на конфетки. Это какая-то русская фирма Lefos Screen. Капсулы для стирки. Они, мало того, что 60 штук всего лишь за 400 с лишним рублей, я артикул оставлю в инфобоксе. Да, я покупала на Vibers. И еще, кстати, на Озон тоже видела, но именно таких не видела. Видела немножко другие, но тоже Lefos. Они еще и три в одном и с кондиционером. Я никогда кондиционер особо не пользовала. А тут решила, думаю, а что бы не попробовать? Ну, как бы отдельно кондиционер мне покупать лениво. А если это три в одном вместе с кондиционером, то почему бы и нет? Оно, кстати, не содержит хлор и хлорных соединений. Ну и вон тут даже эко нарисовано. Открыть, правда, та еще проблема. Но зато, вау, надежно все закрыто и никакие маленькие детки, если они у вас есть, сюда не залезут. Прикольно. Они реально цветные. Сейчас будет гора их просто. Обалдеть. Смотрите, какая красота. Будто мармеладки или монпассиер. Кстати, в отличие от эко вашей, они не так сильно пахнут. Точнее, ну, он как бы сильно пахнет, не сильно, но пахнет, когда в сухом виде. Я его сейчас понюхала. Такая приятный аромат. Есть, конечно, такое не захочется, но аромат приятный. Вот посмотрю, как оно в действии. Я по вызовам читала, что они якобы, ну, нейтральный аромат для аллергиков подходят после стирки вещи. Посмотрим. У меня проблемы с ароматами после стирки. И вот с эко вашем там все нормально в этом плане было. Ну, эко ваш порошок, а тут капсулы. Блин, я их упаковала вообще под упор. Мне понравилось, что тут 60 штук, потому что последний раз я покупала то ли Ариэль, то ли еще что-то. В три раза, наверное, дороже сейчас стоит. И там 14 штук только было. А тут надолго хватит. Плюс одна капсула я подсчитала на 3 килограмма стирки. У меня как раз машинка на 4 килограмма, но я не под забивку, конечно, забиваю. Это на 60 стирок хватит. Вот сейчас я буду кофточку тестировать. Ну, там, конечно, не только кофточка, но кофточка самая такая. Вот та самая кофточка. Вообще, это часть костюма, в котором я в деревне летом ходила. Можно сказать, это часть фаворита лета. Я в ней сейчас дома шавствую. Ну, и так как я на кухне в основном в ней шавствую, готовлю еще что-то. Ну, видите, какая она уляпанная. Я специально ждала эти капсулы, думаю, не буду я ее пока стирать. Ну, интересно, справятся или нет. Ну, и там у меня всякая бельишка. Нижнее белье, полотенце, еще какое-то, кухонное какое-то полотенце. Тут есть еще одно кухонное полотенце. Мне тут подфартило, подогнали. Я люблю вот такие вафельные. Видите, так-то оно белое, но оно было на кухне. Я ему и очки протирала, и руки масляные, еще что-то. И вот, я даже не знаю, какую выбрать. Тут желтое есть, зеленое, розовое. Мой любимый цвет фиолетовый. Но на самом деле, мне еще какие-то цветы нравятся. Цвета красные и зеленые нравятся, но фиолетовый в последнее время. Вот мой любимый цвет самый. Фиолетовый. Голубая есть. Блин, они такие прикольные и на ощупь, и так. Классные, короче. Я, наверное, фиолетовую возьму. И вот посмотрю, как она справится. Я заодно решила белье постирать. Потому что, ну вот, чисто наволочка. Смотрите, она так-то как бы белая. Ну вот она. У меня голова часто потеет. И еще хуже бывает, когда я окачиваю еще волосы какими-то растительными отварами травяными. Но сейчас ими почти не окачиваю. И подушке еще как-то повезло с мыслью наволочки. Вот сейчас это все хочу постирать. Вот моя небольшая горка белья и капсула, которая сейчас у меня в кармане была. Потому что кошка ее уже умукнула. Не давайте это животным. Не грызайте и не кусайте. По инструкции сначала надо кинуть ее. А потом уже белье. Нет еще и полотенечко со всякой мелочевкой будет. Голубое. Помимо белого. вот я все сюда засунула. Закрываем. Вот моя машинка достирала. Ну и сейчас я буду на сушилку раскладывать вещи и заодно посмотрим как тут отстиралась. Вот смотри зритель. По-моему оно отстиралось. Беленькое. Оно беленькое. И это тоже стало чище. Это мой зайчик. Кстати что хочу сказать. Оно вообще ничем не пахнет. Может только совсем-совсем чуть-чуть уловимый вот аромат такой. Но по-моему все же не пахнет. Не ощущаю я. Если у тебя проблемы с запахами. Вот после стирки я тут на днях брала капсулу Ариэля у тети. Чтобы пуховик свою постирать. Потому что капсул не оказалось. Из-за чего я и решила купить новые капсулы. Для пуховиков в основном. Для курточек. И оно так воняло. Когда сохло я проветривала балкон. Духами прескала дикого. В общем мне. Ну. Я плохо переношу такие запахи. Химические. Поэтому я специально искала капсулы. Чтобы. Ну хоть бы менее пахли. После стирки вещи. Но они вообще ничем не пахнут. Экономно. Бюджетно. 60 штук. 432 рубля. Они стоили когда я покупала. Эко. Чистые вещи. Ничем не пахнут. В общем. Вот так. Я артикул оставлю в инфобоксе. А если ты уже пользовался чем-то. Потому что я так поняла. Там не только такие капсулы. Но что-то еще есть. На вайберис видела. Поделись со мной своим мнением в комментариях. Спасибо тебе за просмотр. Если хочешь поддержать канал. То можешь это сделать. Где-то будет облачко с поддержкой. Держи Лёльку. Либо ткнуться в инфобокс. Ну и. Пока.